Я сейчас покажу способ, как же проникнуть туда, не получив ни одной звёздочки. Давайте позвоним Лестеру, чтобы там едет какой-то грузовик. Давайте попробуем убить водителя. Ну куда ты поехал? А ну стой, ну-ка, вылез оттуда быстро. Мы можем просто спокойно ездить по этой военной базе. Сработала какая-то сигнализация, в немедленно покиньте территорию. Но самое интересное это то, что, смотрите, звёзд нету, но как? Бро, рекомендую тебе зайти на канал вот этого парня. Тут ты сможешь увидеть ролики по своим любимым играм. Это GTA 5 и GTA San Andreas. Он снимает классные гоночки со своим друганом и также проводит экспериментики в GTA-шечке. Поэтому я уверен, тебе понравится на его канале и ты поддержишь его своей подпиской. Ссылка в описании. Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли. И сегодня, в этот восхитительный день, я вам покажу нечто невероятное, а именно, как же попасть на военную базу, не получив при этом ни одной звёздочки. Но перед этим я хочу передать особый привет Данилу Крылову, приветик тебе Вова Полищук и Пламенный. Огромный приветик тебе Валера Новиков. Спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. Ну что же, как мы все знаем, в GTA 5 есть военная база, где можно украсть самолёт или же танк и просто пофаниться. Находится она вот здесь, вот неподалёку. И если мы проникнем туда, то нам даёт звёзды 4 или 5, не помню точно. Ну а я сейчас покажу способ, как же проникнуть туда, не получив ни одной звёздочки. Я уверен, бро, тебе понравится. Поэтому прямо сейчас ставь свой большой палец вверх под видосиком. Бери какие-нибудь вкусненькие печеньки и чаёчек. И самое главное, усаживайся поудобнее. И погнали. В общем, я тебе покажу этот способ. Короче, но для начала я тебе давай докажу и покажу, что действительно появляются звёзды, когда мы будем врываться на эту вот военную базу. Садимся на вот эту вот тачку. Она вот вроде недалеко тут находится. Да, вот прям вот специально вот здесь вот остановился, чтобы показать. В общем, сейчас посмотрим, сколько нам дадут звёзд. 4 или 5 или даже 6. Точно, я не помню. Там уже, смотрите, летает какой-то каргабоб. Топ, осматривает эту военную базу. И как раз мы, в общем, приехали. Так, смотрите внимательно. В общем, сейчас я разбиваю этот шлагбаум. И сколько мне дают? Да, вот, ребят, смотрите, 4 звёзды нам дали. В нас стреляет уже какой-то военный. Мы в него тоже чуть попали. Ладно, в общем, и теперь угоняем отсюда. Потому что, в принципе, чё нам теперь остаётся делать? Только угонять от них, да? Потому что они, в принципе, меня сейчас вообще не интересуют. Давайте позвоним Лестеру, чтобы избавиться от звёздочек. А стоп, стоп, хотя стоп. Зачем мне звонить сейчас Лестеру, ребят? Зачем мне звонить сейчас Лестеру, если это не GTA Online, это GTA 5. Что-то, ребят, я туплю, да? Он сейчас не будет брать трубку. Что-то, ребят, простите за этот фейл, да? То, что я сейчас позвонил Лестеру. В общем, сейчас придётся мне избавляться от них самостоятельно. Так, всё. Мне пришлось убить Тревора, чтобы избавиться от купов на хвосте. И да, конечно, меня тогда конкретно заклинило то, что я решил позвонить Лестеру в одиночной игре, чтобы избавиться от копов. Да, конечно, это просто капец какой-то. Вот что значит переиграть в GTA Online. Ну да ладно, в общем, давайте ближе к делу. Сейчас я покажу, как не получить звёзды на той военной базе, после того, как мы туда проникнем. Так, ну, во-первых, нам нужен сейчас Тревор, да, это первое. А во-вторых, нам нужно сейчас зайти в меню и выбрать миссию из пройденных, из раздела Чудаки и Незнакомцы, под названием, вроде, Честная Игра. Да, вот Честная Игра, вот она. Запускаем её, в общем, эта миссия, если я не ошибаюсь, с этим чуваком, его зовут вроде Клетус, да, это Клетус. Вот, и, в общем, пропускаем кат-сцену. И здесь нам нужно вместе с ним охотиться на оленей. Конечно, мы этого делать не будем, да, они нам не интересны, потому что мы сюда не за этим пришли, мы не пришли сюда убивать этих безобидных оленей, да, и как раз Клетус нас к первому и ведёт, которого мы должны беспощадно убить. Да, ну, с одной стороны, это, конечно, не очень вообще, в принципе, убивать животных, но, с другой стороны, я вообще удивляюсь, какая же это потрясающая игра, что здесь вот всё так разнообразно, практически всё есть. И даже вот водятся оленя, на которых можно, в принципе, поохотиться. Или же просто за ними понаблюдать, за их реакцией, что они вообще делают. Ну, а тем временем мы приближаемся к первому нашему оленю, да, и, в общем, сейчас нужно дождаться момента, когда Клетус скажет нам его убить. Так, сейчас должен, в принципе, появиться олень, я на карту сейчас смотрю, красная точка должна появиться. Так, вроде, вот, всё, появилось, ребят, и теперь беспалевно уходим, уходим от Клетуса, пока он нас не заметил. И бежим, бежим в сторону этой военной базы, бежим к дороге. Но, к сожалению, сейчас, друзья, трафика нету, я не знаю, почему, с чем это связано. В этой миссии очень ограничен трафик, его вообще, в принципе, здесь нет. Так, сейчас давайте посмотрим, где находится эта база. Вот здесь вроде находится, сейчас мы туда и отправимся. Так, сейчас нам нужно взять мотоцикл какой-нибудь или баги, вроде тут какая-то тачка стоит. Нет, давайте возьмём лучше мотоцикл, сядем в него и спокойненько до него доедем, доедем до военной базы. На самом деле, это очень странно, то, что в некоторых миссиях вообще всей серии GTA нету трафика, да. Я это ещё заметил из GTA San Andreas, когда хотел просто, просто покататься по городу в одной из миссий. Это, конечно, у меня получилось, да, и я покатался, но тогда я ещё и задумался, почему нету трафика. Нет, он есть, но в очень маленьком количестве. Возможно, это сделали разработчики для того, чтобы поднять FPS у игроков, потому что, в принципе, игра довольно требовательная, да, и чтобы не нагружать процессоры, да, видеокарты, они просто в некоторых миссиях урезали трафик, да, потому что, в принципе, на машинах-то кататься не нужно, да, логично же. А в этой же миссии просто нужно убить оленя, и всё, кататься здесь вообще не нужно. Так что, моё предположение таково, то, что разработчики это всё сделали для поднятия FPS у игроков. Но, тем временем, мы подъезжаем к военной базе, и, ребят, смотрите внимательно, здесь никого нет. Но самое интересное, это то, что, смотрите, звёзд нету! Но как, как здесь нету звёзд, я не понимаю, почему нету звёзд, почему они не появляются? Хотя, в принципе, даже если не было бы копов, они должны, в принципе, появиться, но почему они не появляются? Летает какой-то каргабоб, на нас вообще не реагирует, можем здесь спокойно, спокойно просто ездить, и нам ничего не будет. Да, и, смотрите, там танк какой-то едет, давайте же попробуем, попробуем к нему подъехать, и посмотрим, можно ли его угнать. Ну-ка, стой, танчик, стой, остановись. Ну, как раз, да, Тревор, сейчас то самое время, чтобы надеть шлем. Да, капец, Тревор, ты даёшь. Так, ну-ка, чувак, стой, куда ты убегаешь? Ну-ка, стой, остановись, мы сейчас будем у тебя отбирать этот танк. Так, ну-ка, Тревор, давай, выбивай оттуда нашего военного, надеюсь, он нас не будет стрелять. Так, ну, куда ты поехал? А ну, стой, ну-ка, вылез отсюда быстро! А ну, пшёл вон! Так, ну, в общем, походу, он нас не стреляет. А нет, нацелился и успокоился. Да, походу, он успокоился, да, и теперь нам ничего не делает вообще. Мы можем просто спокойно ездить по этой военной базе. Вообще, просто потрясающе, мы что-то взорвали там. Ну, ладно. Так, смотрите, едет какой-то у нас грузовичок. Можем, в принципе, в него врезаться. Так, звёзды не появились. Давайте стрельнём, что ли. Так, ну, ничего не появляется. Давайте, что ли, стрельнём в этот грузовик. И что? Что, миссия провалена? Чего? Олень услышал Тревора? Как? Олень же находится вообще в километрах пяти от нас. Ну, как он мог услышать? Ну, хотя, да, разработчики даже такого не планировали. То, что найдётся кто-то, кто будет просто гонять по военной базе во время этой миссии. Так, в общем, вернулся я обратно на эту базу, да, в этой же миссии. И доказательством служит то, что у меня нет звёзд. И справа снизу вы можете видеть скорость ветра, да, которая присутствует только в этой миссии. И, в общем, садимся в этот танк. Военный никак не отреагировал на то, что мы у него угнали танк. Да, просто встал и стоит и ждёт чего-то. Ну, ладно, в общем, можем спокойно кататься. Ничего нам не будет. Давайте же посмотрим, что тут у нас интересненького есть. В принципе-то ничего тут, в принципе, нету. Ничего тут не ездит, интересного нет. Можем попинать эти ракеты. Они не взрываются. Так, и давайте посмотрим. Может быть, ещё какую-то технику найдём. В принципе, вон в том ангаре должен стоять вообще гидра, да, на которой можно полетать. Вообще, как мне помнится, когда-то я сюда постоянно ездил, прибегал даже, чтобы угнать ту самую гидру. И просто погонять, погонять от копов, да. Это было моё самое любимое занятие в этой игре. Да и вообще в серии GTA мне очень нравилось просто погоня от копов. Просто угоняешь, да, вводишь, допустим, всякие там чит-коды, да, на бессмертии. И просто устраиваешь какое-то мясо, да, в этой игре, чтобы она просто сломалась. И да, вот, кстати, смотрите, заспавнилась наша гидра, да, вроде. Давайте в неё сядем и просто полетаем. Посмотрим, что будет, если мы полетаем на этой самой гидре. Она такая зелёненькая, в камуфляжном стиле. Заходим в неё, и мне очень нравится, кстати, летать от первого лица. Это так очень эпично смотрится. Давайте же, наверное, не будем, конечно, летать от первого лица. Давайте сначала, в общем, взлетим, чтобы не разбиться, да. А то разобьёмся, и миссия будет провалена. В общем, давайте полетаем, посмотрим, как это всё выглядит. С высоты птичьего полёта, да, вообще просто красочная, потрясающая игра. Мне она очень нравится. И смотрите, смотрите, сработала какая-то сигнализация. Внимание, эта забретная зона, немедленно покиньте территорию. То есть, сработал какой-то скрипт, который посчитал то, что мы проникли на эту базу. Но возникает вопрос, почему же он не сработал, когда мы тогда спокойно заехали на эту базу? Я не понимаю просто. Давайте попробуем тогда что-ли сесть, и посмотрим, появятся ли звёзды. Но хотя, я думаю, они не появятся, если они до сих пор не появились, то почему им сейчас нужно появляться? Кстати, смотрите, там летает каргабоб. Давайте попробуем, попробуем его что-ли сбить. Посмотрим, что будет, появятся ли звёзды, или же миссия будет провалена. В принципе, он же не зря тут летает, этот каргабоб. Так, аккуратненько, аккуратненько садимся, чтобы не разбиться. А то я не хочу заново проходить эту миссию, да, досюда опять ехать. Это всё очень долго, смотрите, он до сих пор там летает. В общем, вылезаем из нашего самолёта. Так, кто-то там вдалеке едет, сейчас мы посмотрим, посмотрим, кто это был. Так, и походу, каргабоб наш улетает. Да, мы не успели, ну ладно. В общем, он какой-то шустрый от нас улетел. Так, ну где-то тут тачка какая-то ехала. Где ты тут, где ты тут у нас потерялся, чувак? А ну-ка, появись, я не знаю, где ты у нас находишься. А нет, стоп, 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 смотрите, смотрите, за воротами там едет какой-то грузовик. Давайте попробуем убить водителя. Так, да, всё отлично, мы его убили. Миссия не провалена, это замечательно. Потому что я подумал, что миссия будет провалена, да, так как я вначале, помните, уничтожил грузовик. И олень нас каким-то образом услышал, да. Это очень забавно, конечно. Ну и в общем, в принципе, в принципе, здесь больше ничего нет. И да, это так, я уже здесь очень долго езжу. Уже дождь даже закончился. Давайте собьём этот каргабоб, что ли. Снаряд, конечно, не долетает. Ну да ладно, в общем. Самое главное, что олень нас не услышал. И миссия не провалена. Ну ладно, в общем, едем, едем к выходу. И сейчас просто покатаемся, давайте, по пустому Лос-Антосу. Да, вон, смотрите, смотрите, наш каргабоб летит по небу. Да, вон, сверху, сверху. Ну, в общем, двигаемся, двигаемся, сносим наш шлагбаум. И звёзды не появляются. Я не понимаю, что это вообще за баг-то такой, что просто звёзды не появляются после того, как мы проникаем на эту базу. Это просто немыслимо. Вообще, по сути, не должны как-то появляться. Да, справа, сверху должны появиться хоть какое-то количество звёзд. Даже хоть не будет копов, но звёзды-то должны появиться. Я не знаю, почему это вообще не происходит. Напишите обязательно в комментариях, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Я, к сожалению, вообще беспомощен в этом плане. И, в общем, ловить нам больше нечего. Вокруг пустые улицы, ни одной машинки. Но зато вы знаете, как проникнуть на военную базу, не получив ни одной звёздочки. И что же, спасибо огромное, бро, что остался со мной до самого конца. Поэтому, я уверен, тебе было интересно, и ты узнал что-то новое для себя. Так что, прямо сейчас ставь лайкосик под видосик. И, конечно же, подписывайся на мой канал, если оказался здесь впервые. Нажав просто на вот эту вот кругленькую аватарочку. А также, посмотри мои предыдущие видосики, которые тебе только что высветились. И что же, с тобой был, как всегда, Райли. Желаю тебе удачи. Оставайся таким же классным. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok